За неделю до ноябрьских выборов в Конгресс президент Трамп предложил отменить иммиграционное правило, согласно которому ребенок, родившийся в Соединенных Штатах от родителей иностранцев, автоматически становится гражданином этой страны. Этих детей называют anchor babies. Ими, как якорями, семья цепляется за американский берег, чтобы потом подтянуть пароход со всеми остальными родственниками. Этот тип совершенно легальной иммиграции называется цепной, chain migration. Тема супер актуальная и до, и после выборов. Закон о предоставлении гражданства родившимся в Америке детям иностранцев базируется на 14-й поправке Конституции, которая гласит, все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах, и подчиненные их юрисдикции являются гражданами Соединенных Штатов. Но поправка не была принята для натурализации детей иностранцев. Ее приняли через три года после Гражданской войны, чтобы подтвердить гражданство родившихся в Америке негров. Стенограммы дебатов, предшествовавшей принятию 14-й поправки, дают представление о том, что именно имелось в виду под словами о подчинении новорожденного юрисдикции Соединенных Штатов. А имелось в виду то, что они больше не подчинены никакой другой юрисдикции. Значит, эта поправка никак не распространяется на новорожденных, которые после своего появления на свет уезжают на родину, родителей и на протяжении многих лет остаются гражданами этих стран. Практика кажется не вполне конституционной, и если с подачи Трампа Верховный суд проверит этот вопрос, то кто станет на это жаловаться? Тут не важно, ты демократ или республиканец, важно, как ты лично относишься к содержанию многомиллионного отряда детей и корей за свой счет. Дело в том, что расходы, связанные с родами, оплачивает обычно не эта женщина или ее родственники, а работающие американцы. У роженицы нет в Америке ни источника доходов, ни банковского счета, поэтому для больницы она еще одна малоимущая. Не все мамаши, только родив, уезжают с новорожденным на родину, ведь их дети, будучи американскими гражданами, имеют право на социальную поддержку. Худо-бедно, но такая мамаша может жить за счет своего новорожденного американчика. Это часто практикуют женщины из латиноамериканских стран, до 75% нелегальных и легальных иммигрантов с детьми из Мексики и из Гватемалы, клиенты Велфер. Когда увезенные дети и якорьки возвращаются в Соединенные Штаты, они тоже имеют право на бесплатное обучение, и это еще один расход, который волей-неволей берут на себя работающие американцы. Это помимо того, что они платят совершенно несусветные деньги за высшее образование собственных детей. Много ли этих детей и якорей? В стране ежегодно в родильных отделениях американских клиник на свет появляется порядка 340 тысяч таких детей. В стране сейчас около 5 миллионов детей и якорей в возрасте до 18 лет. Сколько таких американцев, которым больше 18, никто подсчитать не берется. Родителей этих детей трудно в чем-либо обвинять, они не нарушают никаких законов, и нам остается обвинить только собственное правительство, которое все это допускает. У этого вопроса есть еще один интересный аспект. Уже два года наши демократы ловят русских шпионов в Белом доме. Но почему мне приходит в голову простая мысль, что действующий иммиграционный закон позволяет России воспитывать вернувшихся из Америки новорожденных детишек патриотами своей настоящей родины, а потом отправлять их в Америку для шпионской работы. Им даже не надо придумывать легенду о том, как они попали в Америку. Они тут родились, у них есть документ. И это касается не только России, куда в большей степени это касается Китая. Вы никогда об этом не задумывались. Другие видеосюжеты Угла Ермоленса смотрите на YouTube и подписывайтесь на мой канал.